Меня зовут Кристина. Меня зовут Ольга. И это наша история. Родилась я в Петропавловске, Камчатке. Я родом из Самары. Это большой город на берегу реки Волги. Я жена военного, поэтому нам приходилось путешествовать по всей стране, от Москвы до Камчатки. Сашуненька, просыпайся. Просыпайся. Ты вычпалась? Надо в школу соберутся. Пойдем собираться в школу. Пошли. Когда я еще училась в школе в Харькове, я приезжала в Штаты по обмену студентов. Но я никогда раньше до этого не выезжала ни разу за границу. О том, что я окажусь за границей, я никогда не думала. Когда я училась в Москве, в международном институте, у нас было очень много ребят из разных стран мира. Со всей Европы, стран Азии, Востока, которые могли свободно приезжать в Россию, учиться там, возвращаться обратно, путешествовать. И я тогда впервые задумалась о том, что я никогда не смогу выехать за границу, ни путешествовать, ни работать. Люди моего возраста знают, что тогда наша страна была закрытой, и поэтому ни о каких поездках мы не мечтали. Алеш, ты готов? Я помню, что вот когда я приехала в свой маленький городок, в котором я жила в семье, я, наверное, в первую неделю ужасно хотела обратно домой. Но потом, конечно, когда у меня стали появляться друзья, все больше и больше мне нравилось находиться вот именно в Штатах, и уже появились такие серьезные личные привязанности к этим местам. Но уже вот переехала, переехала, так что я уже началась здесь жить. Это было где-то с 16,5 лет в 2000 году. Но я все-таки не потеряла надежду приехать к дочери. Она уже два года к тому времени жила в Америке. Я решила попробовать получить визу, чтобы навестить дочь. Попытка была удачной. Я получила визу и смогла приехать сюда к дочери. Слышишь, мам, ты хочешь кофе? Можно, да. Покрепче, покрепче. Кристина, дети уже готовы, да? Скоро блины будут готовы. Да, только знаешь, что надо? Сейчас я начну кофе сделать и быстро Сашку расчешу. Хорошо, а я по ногам задам. Сашенька, сейчас надо нам волосы рассчитать. Ты самарой чувствуешь? Ой, какая ты молодец. Я приехала сюда на полгода. Училась в школе, жила в американской семье в штате Далавер. Мне очень повезло с моими родителями, приемными так называемыми, в которых я жила полгода. Мы очень подружились и с папой, которого зовут Джек, мама Сэнди. Они всю жизнь мечтали, чтобы у них в доме была девочка. И вот, наконец-то, у них появилась девочка. И, в общем, они меня возили по театрам, по другим городам, по магазинам. И вообще просто им было настолько интересно какое-то вот общение именно с девочкой. И у нас очень хорошие отношения сохранились. Вот уже это было в 96-м году. Уже 21 год прошел. Мы до сих пор с ними дружим. И они моих детей любят, как своих внуков. И, в общем, повезло мне очень с ними. Алеш, сколько штук ты будешь? Четыре или пять. Четыре или пять. Саш, ты сколько сегодня будешь? Саша, сколько есть? А, сколько есть? Раз. Что, ты все будешь едины? Алешки уже почти готовы. Я помню первый мой приезд в Америку, когда мы вышли из здания аэропорта. Был солнечный день, сверкали машины, асфальт был настолько чистым, деревья были настолько зеленые, что мне казалось, что именно к нашему приезду все постарались вымыть свои машины, дороги прочистить и так далее. То есть меня сразу поразила чистота в Вашингтоне. И эта чистота поражает меня и сейчас. Куда бы я ни шла, у меня такое ощущение, что люди вообще никогда не разбрасывают мусор. У нас каждый день вот так получается насыщенные. Сашуль, мы уже с Алешей одеты. Ждем тебя. Потому что ты мне, пожалуйста... Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- А-а-а! 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 Начинается моя бегатня. Я, наверное, года два назад начала ездить на работу на велосипеде. Спасибо! До новых встреч! Пока! Я живу недалеко от офиса. И сначала, когда я начала работать в фирме, я ездила на метро. И потом в какой-то момент я поняла, что, оказывается, Арлингтон и Вашингтон – это вообще такие отличные места для велосипедов. И там столько у нас дорожек, везде весь Арлингтон пронизан этими велосипедными дорожками. В это время я уже успеваю позаниматься спортом. И велосипедная дорожка проходит через очень красивые места. Я любуюсь и осенними красками, и весенними цветами. Потом я обожаю слушать книги на телефоне. И просто вообще отдыхаю душой. Я до работы доезжаю так же быстро почти, как и на машине. Возможно, мой рабочий день похож на рабочие дни всех людей. Потому что я встаю очень рано. Перед тем, как бежать на работу, я успеваю приготовить завтрак детям. И бегу на автобус. Меня сразу же по приезду поразила и поражает сейчас необыкновенная доброжелательность в людях. Ну, например, я когда сажусь в автобус, мне водитель каждый раз желает доброго утра. Действительно, необыкновенная доброжелательность людей – это, наверное, одна из самых основных черт людей, которые живут здесь. Я считаю себя очень счастливым человеком. Я с радостью прихожу на работу, потому что мне нравится, чем я занимаюсь. Занимаюсь я в основном судебными делами. Я много пишу, я много думаю, анализирую. Мне все это очень-очень интересно. И я когда смотрю на каких-то своих друзей, которые, может быть, не так счастливы, чем они занимаются, я думаю, что, боже мой, как мне повезло, что вот я занимаюсь именно тем, чем хочу. Привет всем! У нас сегодня дела. Как у нас? Сейчас я переоденусь и перейду к вам. Я никогда не предполагала, что я буду работать здесь, в Америке. Думала, я буду все время проводить только с внуками. Но время идет, внуки мои растут. Сашке уже шесть, Алешке десять. И они пошли в школу. И мне пришла такая мысль, а не поработать ли здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда мне хочется назвать наш магазин мини-советский союз. У нас очень много разных конфет. Рига. Рига. Украина. Бабаевские. Любые, какие вы хотите. Темный шоколадный, светлый шоколад. Какая цена вас устраивает. Смотрите, что у меня очень хороший вид. Мне ваши конфеты очень нравятся. Я только здесь беру. Так, какие будем брать? К нам приходят покупатели, которые раньше жили и в Эстонии, и в Литве, и в Украине, и в Беларуси. Вообще мы знаем всех наших покупателей в лицо. Можно выбрать чай любой, конфетам. Кофе. Так что осталось только подумать и решить. Все зависит, по какой цене. Дороже, дешевле. Когда я общаюсь с покупателями, я знаю, откуда они приехали. Они рады встрече в магазине. А мне, пожалуйста. А тебе что, пожалуйста? Так, один батон. Я положу его сюда, хорошо? Спасибо. Что она нам сказала? Спасибо. Спасибо. Когда я переехала жить в Штаты, я нашла возможность подрабатывать переводчиком в судах. И мне очень нравилась эта работа, потому что вся вот эта судебная тематика мне всегда была интересна. И вот лет, наверное, одиннадцать назад я решила, что я хочу пойти учиться в юридический институт. Воспоминания со временем, когда я училась в юридическом институте. Это, конечно, ужасно такая занятая жизнь. Вот такая постоянная гонка. Маленькие дети, езда в Балтимор, обратно. Конечно же, по всем выходным, никаких каникул. И вот этот вот постоянный такой напряг, я помню. Но в то же время, так как мне очень нравилось учиться, у меня какая-то впереди была цель, к которой я шла. Как-то эти годы пролетели очень быстро. И несмотря на весь этот напряг, они вот так вот, сильно я их сама не ощущала. Вот смотря, конечно, на эти четыре года, да, жажда к знаниям, какая-то цель впереди, это, конечно, да, но ни то, ни другое не было бы возможно без помощи моих родителей. Все это время моя мама и мой папа приезжали сюда, и они как бы по очереди это делали. Папа поживет три месяца, уедет. Мама приедет месяцев на пять. И вот так вот по очереди они приезжали, помогали мне с детьми, пока я ездила, училась, делала уроки по ночам. Магазин «Тройка», добрый день. Мы сегодня работаем до девяти часов, как обычно. А ваш любимый круглый? Я даже знаю покупателей по телефону, я уже знаю привычки и любимые лакомства покупателей, могу предложить им что-то новое попробовать. У нас такой магазин, где люди могут отдохнуть, поболтать, встретиться. Магазин «Тройка» Магазин «Тройка» Да пока. Вы � clay, ем мы поши вот дома? начнем часа только, О, даже можно потолковать там теперь pencil, как Spect меньше. У Them «Тройка» Пока-пока. Мне очень нравится фирма, где я работаю. Я очень рада, что вы смогли найти время, чтобы идти к вечеру с вами сегодня. Замечательные здесь есть люди. Со многими я подружилась за все эти годы, так как мы часто работаем вместе на долгих проектах. Да. Смотрите, $11.95. Это очень хорошо. Здравствуйте. 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 Здесь очень много пар. Муж американец и жена, может быть, русской. Ей некогда идти в магазин. Американец приезжает в наш магазин со списком. Оля, пожалуйста, извините. Пожалуйста, подойди. Иностранцы пришли. Меня каждый раз это изумляет. Некоторые коллеги не говорят по-английски, а я занимаюсь чем-то другим. и я слышу их голоса. Ольга, иди на помощь. К нам иностранцы пришли, чтобы помочь им сделать нужный выбор в покупках. Ольга, иди на помощь. Ольга, иди на помощь. Ольга, иди на помощь. Ольга. Это наши очень понравились. Мы постоянно на подхвате, помогаем друг другу во всём. Я знаю, что муж мне поможет дома по хозяйству. Как ни странно это звучит, хозяйство здесь тоже есть. У нас в семье было в России точно так же. Поэтому для меня здесь я Америку не открыла в ведении хозяйства. Главное – всем вместе помогать, и всё будешь успевать. Ну что, как дела в школе? Хорошо. Хорошо, молодежь. Ты ничего не забыл сегодня? А то вещь не бывает. Я знаю. Вот Саша ничего не бывает. Да, я никогда не знаю. Сразу снимайся обувь. Дети приезжают домой обычно в 4 часа. Дай, дай, дай. Молодец. Молодец. После тебя, Алёш. Может, я попробую? Капкейк. Капкейк. Саша, не обманывай покупать. Капкейк. Капкейк. Мне очень нравится, что у моего сына сложились близкие отношения с моим папой. Ну давай, много тебе сегодня заданий задать? Пока у меня еще время есть перед готовкой еды, я тебе могу что-то помочь. Чего у тебя там есть? У меня есть здесь про джемсиан. А, это где мы с тобой недавно были, что ли? Да. Надо говорить про индейцев и все это. И говорить, как они были, как они строили. Они постоянно вместе о чем-то рассуждают, обсуждают какие-то мужские темы. Они катаются вместе на велосипедах, гуляют с собакой. И я думаю, что это замечательно. Теперь нам хватит на всю жизнь. Чтобы избежать траты времени на какие-то ненужные дела, как, например, стоять в очереди в магазине, ехать в магазин, сидеть на светофоре, мы уже больше года заказываем еду по интернету. То есть я вот сажусь на компьютер и заказываю там 12 яйца, не знаю, литр молока, салат. И все это нам привозят в течение двух часов. Мы просто расходуем в холодильник и вот так вот экономим время на этом. Вот здесь мы открыли Америку в каком-то смысле. В том, что вот мы заказываем ужины тоже по интернету. И вот в Америке папа мой начал готовить. В России он никогда не готовился, доготовила мама. Ему приходит рецепт, в котором написано, что делать, ингредиенты все в коробке. И вот этим тоже мы экономим время. Мы экономим время, и поэтому мы можем проводить больше времени вместе, например, как ходить гулять или ходить в парке. Мои родители живут со мной уже больше года. Так получилось, что примерно год назад мой папа приехал к нам в гости. И примерно в то же время я решила подать на развод. И поняла, что без папы и без мамы мне просто не пережить это тяжелое время, когда очень нужна была поддержка с детьми, с работой. И вот мы вместе решили, что нам лучше жить в одном доме. И хотя иногда в нашем маленьком доме есть впечатление, что у нас слишком много людей, и постоянно у нас что-то происходит, все постоянно куда-то бегают, кто-то что-то включает, выключает. У нас очень много плюсов от того, что вот все мы, раз, два, три, четыре, пять, пять нас, все живем под одной крышей. У моих детей есть возможность жить со своими бабушкой и дедушкой, возможности, которые у меня не было. Я думаю, что это замечательно, когда внуки и бабушки и дедушки имеют близкие отношения. Мы многое делаем вместе. Мы ходим вместе на площадке, мы смотрим вместе фильмы. Иногда мы смотрим фильмы на русском языке, иногда на английском мы переводим что-то моим папе. Пойдемте оба тебя на институту, идемте. Слушай, наш друг там, смотрю, работает. Прошу. О, Наташа, привет! Привет! Да, вчера только видели. Как я рада тебе. Привет, Наташа. Мы ходим вместе есть мороженое. И вот мне нравится это то, что и мои родители, и мои дети имеют возможность вместе жить, испытывать вместе все события жизни. Ты мне потом покажешь, как она играет? А что такое счастье? Кристина моя единственная дочь, это мое единственное сокровище. Главное, что она счастлива. И я очень благодарна этой стране за то, что именно здесь Кристина смогла добиться того, о чем мечтала. И если все будет хорошо у моей дочери и у всей нашей семьи, то это уже будет прекрасное будущее. Я буду счастлива. Прошедшими со всеми днями дня рождениями, которые случились в декабре. Я тоже в декабре. Я тоже в декабре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова